Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. День, когда война остановилась. Сегодня «Анапа» отмечает 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. От изделий ручной работы до изысканных морских деликатесов, чем удивляет наш курорт на краевой агропромышленной выставке. Главное достояние «Анапы» – ее жители. В преддверии дня города территориальные общественные самоуправления подводят промежуточные итоги своей работы. В торжественной обстановке сегодня прошел митинг памяти, посвященный 74-й годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. В сквере боевой славы «Анапы» собрались ветераны войны, представители общественных объединений, политических партий, студенты и школьники, горожане всех поколений. На почетном месте тех, кто пережил трудные годы. У каждого своя история, когда один год шел за десять. Когда оккупанты пришли в «Анапу», Клавдии Баюр было около 14 лет. Она старается рассказывать подробно, чтобы ничего не пропустить. Ее в числе еще более чем двух тысяч мирных жителей на специальных поездах отправили под Херсон. Кого постарше использовали фактически как рабов, а тех, кто помладше – в качестве доноров крови. Оттуда вывозить этих детей, уже мертвых. И мы тогда уже все. Мы тогда решили, пусть нас постреляют. Мысль о побеге не покидала Клавдию Григорьевну ни на секунду. Чудом через линию фронта просочились новости, что «Анапа» освобождена. Мы были на Украине. И тогда погнали нас на поезде, чтобы нас в Германию. А мы, у нас дядечка, дядя Федя. А вагоны были, что этих коров возили. Разбивали двери и нас выбрасывали. Домой удалось вернуться уже в победные дни. Из-за боев и оккупации город оказался практически полностью разрушен. Но война не сломила дух его жителей. Тех, кто пережил оккупацию, воевал в партизанских отрядах и на фронтах. Каждый год в этот день «Анапа» вспоминает героев, отдавая дань уважения воинам-освободителям. Я хочу обратиться к вам, сказать вам большое, огромное спасибо, уважаемые, дорогие ветераны, за то, что сейчас мы находимся здесь, под мирным небом. Вечная память погибшим, которых нет среди нас. Они воевали за то, чтобы мы все сегодня стояли здесь. Я хочу обратиться к молодежи, молодому поколению. Пока мы будем помнить день победы, даты освобождения наших городов, мы непобедимы с вами. Ветераны совершили подвиг не только ратный, но и трудовой, восстановив «Анапу», полностью разрушенную после фашистского нашествия. В первые годы приступили к восстановлению. И буквально в мае 1945 года первый санаторий имени Ленина принял фронтовиков на лечение. И это была трудовая победа. По словам председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, сегодня в муниципалитете очень сильна преемственность поколений. Мне хочется пожелать всем здоровья, мира, добра и поблагодарить руководство города, депутатской кожи, за то, что проводятся такие мероприятия. И отрадно, что все больше и больше молодежь принимает участие в этих мероприятиях. А значит, богатыри на России не переведутся. С праздником! Пара белых голубей в небо, цветы тем, кто участвовал в войне, трудился в тылу, так или иначе столкнулся с ее тяготами. После минуты молчания и салютного залпа к мемориалу «Вечный огонь» возлагают венки памяти от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева Беззаконодательного собрания края. От Анапского районного казачьего общества, политических партий и общественных организаций, исполняющей обязанности главы Анапы Юрий Поляков и председатель городского совета Леонид Кочетов, а также руководитель совета ветеранов, возлагают венок от благодарных анапчан. В Анапе стало традицией приглашать ветеранов на прием главы после митинга. Юрий Поляков еще раз от души поблагодарил участников тех страшных событий за мужество и стойкость, за мирное небо над Анапой. И сегодня на несение почетной вахты памяти заступил пост номер один. В Анапе свято чтят традиции воинской славы. Молодежь принимает самое активное участие во всех военно-патриотических мероприятиях. Сегодняшняя дата – одна из самых значимых страниц в истории города воинской славы. Торжественные мероприятия по открытию вахты памяти традиционно состоялись у стеллы воинской славы. Десятки школьников, студентов и кадетов собрались здесь, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это движение, движение постовое в нашем городе объединило всех – школьников, студентов, неравнодушную молодежь нашего города. Мы твердо знаем, что мы наследники Великих Побед. Мы твердо знаем, что в наших руках будущее и мир. В нашей стране, на нашей Кубани, в нашем замечательном городе, в городе-курорте Анапа. Пост номер один – это связующая нить между поколениями. Здесь, у стеллы воинской славы, застыв в почетном карауле, ребята в полной мере осознают причастность к истории нашей страны, к ее прошлому, настоящему и будущему. Перед тем, как заступить на пост, участники движения принимают присягу. Как подобает юнормейцу, быть достойным бессмертия наших дедов, отцов, старших товарищей. Клянемся! 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 Многие школьники принимают участие в вахте памяти уже не первый год. Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. И юные патриоты в полной мере осознают это. Второй год принимаю, потому что я патриот, потому что мне нравится это движение, нравится форма с движениями, которые сейчас происходят в нашей стране, в том числе и юнармия и все остальное. Я считаю, что оно возрождается, поддерживается. 21 сентября – это не только день освобождения Анапы. Сегодня на всей планете отмечается Международный день мира. В честь этого праздника участники митинга выпустили в небо десятки бумажных голубей, как символ жизни, в которой не должно быть войны. События в Анапе – это лишь эпизод Великой Отечественной войны. Но для курорта год оккупации стал самым страшным и трагическим временем, а день освобождения вошел в историю как второе рождение города. Каждый Новый год отдаляет в следующие поколения от событий того времени. Но анапчанам важно знать и помнить свою историю. О том, как проходило освобождение Анапы в 1943 году, нам рассказал старший научный сотрудник Краеведческого музея Сергей Сихов. За этот период 13-месячной оккупации гитлеровцы не сидели здесь сложа руки. Немецкий командующий таманской группировкой генерал Янеки был не просто генералом, он был генералом-инженером. И за этот период здесь, на территории таманского полуострова, было построено мощнейшее оборонительное укрепление гитлеровцев, которое называлось «Голубой линией». Три линии обороны протяженностью больше 100 км, в глубину до 30 км. Сплошные бетонные окопы, доты, дзоты, надолбы, все это перепутанное колючей проволокой, заминировано на много рядов. Значит, Анапа находилась за второй линией обороны гитлеровцев, и освобождение Анапы происходило после того, как была взломана вторая линия обороны. Между станицами Раевской и Натухаевской. Сюда, значит, в район станицы Анапской, прорвалась 5-я танковая бригада полковника Шуренкова с десантом на танках и завязала бои на окраине города в районе станицы Анапской. Одновременно вдоль моря, в районе поселка Супсех, сюда к городу вышли две бригады морской пехоты, 107 и 81-я. Тоже завязав бои на окраинах города, они, значит, блокировали гитлеровцев именно в районе вот этих населенных пунктов Супсеха и Анапской. Ночью, когда гитлеровские войска были стянуты на окраины города, здесь в городе у нас буквально на пирсе и пляже города был высажен десант морских пехотинцев с маломерных судов, с болендеров, с маркасов, с маломерных, значит, торпедных катеров и так далее. И этот десант, в общем-то, решил, скажем так, судьбу города. Гитлеровцы были выбиты буквально из города в течение нескольких часов. Это происходило все в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года. Вот эти вот войска участвовали, значит, в обороне города. Достаточно большое количество здесь у нас похоронено морских пехотинцев, которые погибли во время отчаянного штурма, буквально на пулеметы, которые стояли на пирсах. Здесь у нас на причалах порта и пляжах. Пляжи были, значит, заминированы, там была колючая проволока, вплоть до того, что даже в воде была колючая проволока растянута. И вот морские пехотинцы буквально на такие вот укрепления, на пулеметы прорывались прямо в город со стороны моря. Именно они решили исход сражения, именно поэтому город был захвачен так быстро, то есть в течение нескольких часов. Все это, скажем так, происходило именно 74 года назад, в ночь с 21 на 22 сентября. И к другим темам. Анапские сельхозтоваропроизводители защищают честь города-курорта на седьмой агропромышленной выставке, которая в эти дни проходит в Краснодарском конгрессном комплексе «Экспоград-Юг». Нам есть, что предложить землякам. Это и лучшие вины, и натуральная рыбная продукция, изделия, ручную работу, отшвей мастерицы, морские деликатесы. Анапчан участников кубанской ярмарки 2017 года приветствовал исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков. Сделано своими руками, с любовью и знанием дела. К продукции участников кубанской ярмарки эти слова подходят как нельзя лучше. Лучшие образцы своего труда на седьмой агропромышленной выставке представляют 24 фермера, агрария и винодела Анапы. Экспозиция виноделов курорта традиционно выделяется на общем фоне. К оформлению подошли с душой, так как искренне убеждены, Анапа – лучшее место на земле для изготовления напитка богов. Это одно из лучших мест на земле для выращивания винограда. И это более двух тысяч лет люди здесь выращивают виноград. И нам надо заниматься этим обязательно. Потому что, к сожалению, проблемы виноделия у нас в стране существуют. И наши небольшие попытки делать настоящее качественное вино, я думаю, нашим населением будут приняты на ура. Еще только предстоит завоевать рынок и покорить сердца покупателей Дарьи Марчук и ее помощницам. Относительно новое даже для Анапы направление – устричное хозяйство. Морской деликатес, выращенный в водах Черного моря по вкусовым качествам, не уступает аналогам из-за рубежа, а по цене – наоборот. Продукт доступный. Несомненно, такие мероприятия позволяют нам показать себя, позволяют донести до человека непосредственно свежий продукт, для того, чтобы он попробовал впервые в своей жизни, и он ему действительно понравился. Ну и, конечно, реклама – это стопроцентный результат. Очень много людей о нас узнают на таких мероприятиях. Любое такое начинание будет поддержано, комментирует исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков. Это развитие предпринимательства и настоящее импортозамещение. Есть поручение губернатора, оно касается всех, всех глав муниципальных образований. Мы должны у себя в первую очередь реализовать продукцию краевых товаров сельхозпроизводителей. То есть наш производитель, который выращивает вот это, мы отвечаем за то, чтобы он получил реализацию. Независимо ни от чего, от сосиски до устрицы, от молока до воды. Сегодня что получается? Часть регионов впитала эту информацию, я имею в виду, муниципальных образований и продвигает. У нас тоже продвигается, но я зачастую вижу в предприятиях общественных питаниях, вода, которая даже не с Российской Федерации. То есть у нас еще предстоит большая работа. Местное сырье должно стать основой для перерабатывающих предприятий. Об этом Юрий Поляков говорит с продолжателем семейного дела из Юровки. Продукция местного рыбзавода пользуется спросом. «Используется наших местных краевых производителей?» «Да, конечно, Краснодарский край, Тимошевский район, Азовское море, Тарань Азовская, тот же Судак Ахтализовский, это все лиманы, наши места». «Тимрюкский район, отлично, да. То есть важно, чтобы сырье, которое вы берете, использовалось наших краевых производителей». Внимание покупателей – лучшее подтверждение высокого качества анапской продукции. «Мы часто бываем в Анапе, потому что у меня там живет сестра. Буквально неделю назад мы оттуда приехали, и мы всегда покупаем там рыбу производства Юровского завода. Удивительно вкусная рыба, я вообще рекомендую всем, очень вкусная. Я даже случайно увидела, что здесь на выставке этот завод представляет свою продукцию. Вот сейчас подошла и хочу с удовольствием купить ее». Исполняющий обязанности главы Анапы обошел все анапские стенды, поприветствовал их участников и нашел время, чтобы обсудить с каждым нюансы производства. Между тем праздник только набирал обороты. С главной сцены кубанской ярмарки посетителей и аграриев приветствовал глава региона. «Нужно сделать все возможное, чтобы эти продукты, питание, товары, вот те фрукты, овощи были на столах каждой кубанской семьи, на столах у каждого жителя нашего края, ну и, конечно, на прилавках магазинов, и не только в нашем крае, но и за его пределами было как можно больше кубанской продукции». По данным Краевого Минсельхоза, в первый день ярмарку посетили 12 300 человек. Фермеры реализовали свыше 86 тонн продукции. Перестроить работу и занять более активную позицию в решении ключевых для города-курорта вопросов. К этому призвал депутатов Совета, исполняющей обязанности главы Анапы. Юрий Поляков принял участие в очередной 31-й сессии Совета и, не оставшись сторонним наблюдателем, расставил акценты в будущем сотрудничестве исполнительной и представительной властей. Депутаты рассмотрели повестку дня, включающую 15 вопросов. Они признали полномочия своего нового коллеги Игоря Тарана, избранного 10 сентября по Гастагаевскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 20, и включили его в состав фракции партии «Единая Россия». Традиционно в канун Дня города депутаты утвердили кандидатуру анапчан достойных различных наград. Большинством голосов принято решение присвоить звание почетного гражданина города-курорта Анапа директору ООО «Фея» Федору Енишогла, единогласно директору санатория «Аквамарин» Георгию Сингерову. Еще один вопрос о дополнительном финансировании мероприятий по предоставлению жилья детям-сиротам. Муниципалитет получит из краевого бюджета субвенции на приобретение квартир, но рыночное предложение существенно отличается от социальной нормы. Стоимость одного квадратного метра в соответствии с приказом Минрегионразвития на текущий год составляет 36 тысяч 32 рублей. На территории муниципального образования в соответствии с действующим постановлением администрации стоимость квадратного метра составляет более 48 тысяч рублей. В администрацию поступило коммерческое предложение по равной спецнорме цене, но отличающееся в площади квартир. На покрытие расходов необходимы дополнительные полтора миллиона рублей. Депутаты утвердили сумму. О бюджетной политике и повел речь исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков в заключительном слове. Он обратился к депутатам с призывом занять более активную позицию в решении ключевых для города-курорта вопросов. Нам нельзя с вами сегодня и завтра бездумно, бездумно тратить деньги. Сегодня можно говорить о том, что бюджет не резиновый. Но если бы мы говорили о том, что мы собрали весь бюджет тот, который нужен, у нас есть вопросы к налоговой инспекции, с Татьяной Дмитриевной мы разговаривали, у нас вообще есть к людям вопросы, которые не всегда все оплачивают и платят. Поэтому мы попадаем в такую рамку, где нам не хватает денег. Раз нам не хватает денег, то мы с вами все вместе не можем заниматься благоустройством, улучшением города. У нас начинаются местечковые решения вопросов только на месте. Вот тут лампочку прикрутили, вот тут ямку заделали. Но послушайте, это город-курорт, у нас с вами должен быть какой-то запас средств. Поэтому благодарю вас за ту работу, которая была есть, и давайте немножко перестроимся с вами в другое русло, немножко займемся делом для города. Юрий Федорович подчеркнул, он намерен сплотить депутатский корпус в работе на пользу городу и анапчанам. На встречу большому празднику в преддверии Дня города в Доме культуры молодежной состоялась встреча жителей микрорайона Южный. Руководители ТОСов и представители квартальных комитетов подвели итоги работы прошедшего летнего сезона. С каждым годом она постановится уютнее и краше. Немаловажный вклад в развитие курорта вносят и его жители. В Анапе очень развита система территориальных общественных самоуправлений. Они объединяют активных и неравнодушных анапчан, которые каждый день стремятся сделать город чуточку лучше. Жители микрорайона Южный – дружная команда, в том числе благодаря которой округ динамично развивается и процветает. И сегодня они принимают особые поздравления. Почетные грамоты от заместителя главы Анапы за развитие округа получили самые активные его жители. Несмотря на домашние и личные заботы, эти люди находят время, чтобы преобразить свой подъезд, дом, двор, улицу и любимый город. Мой девиз – если не я, то кто? Это во-первых. Во-вторых, жизнь у нас одна, нужно ее прожить достойно. Поэтому я считаю, что нужно все делать только на благо людей. Мне наш двор нравится. Он у нас зеленый, можно сказать, самый зеленый в городе. Огромную поддержку органам территориального общественного самоуправления оказывает городская администрация. В рамках конкурсов на лучший орган ТОС и самый уютный дворик выделяются значительные средства на благоустройство территорий. ТОС Южного микрорайона ежегодно занимает призовые места. Помогают в развитии округа и депутаты. Приобретаем по их желанию цветы, растения. Они высаживают, делаем праздники детские. Действительно, когда ты смотришь и видишь, что люди тянутся и совместно получается какая-то картинка в этих мероприятиях, душа радуется. В этот вечер заслуженные благодарности получили более 60 жителей микрорайона Южный. Творческие номера, подготовленные коллективами Дома культуры молодежной, стали еще одним приятным подарком для всех гостей. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями «Финская» с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 22 сентября в Анапе ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ночью прохладнее – 18 выше 0. Ветер переменный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершение выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19. Субтитры создавал DimaTorzok